Я докладываю, что, о чем, а я все о фотоядерных реакциях. Ну почему? Ядерные данные востребованы в очень широкой области всех этих предположений, начиная от самых фундаментальных проблем, ядерные термогниты взаимодействуют различными проблемами, связанными с гигантским резонансом, в последнее время с монетарированием светильных пучков и коллайдеров, и в последние годы все больше и больше интерес вызывает проблемы использования ядерных данных для решения различных проблем астрофизики. Ну в частности, одной из фундаментальных проблем в области ядерной астрофизики является понимание природы синтеза химических элементов. Ну вот здесь я приложу хорошо всем известную картину образования о зависимости распространенности элементов в природе, которая как бы четко делится на две области. Одна – это область легких элементов, о которой я не буду подробно говорить, потому что здесь образование химических элементов связывается с такими процессами, как горение водорода, горение гелия, последовательность передачи Hb-частиц, целенок цикл, в частности затронутый немножко в предыдущем докладе, где говорилось об обновлении ядер до неона. И в этой области, конечно, процессы с участием гамма-квантов определенную роль играют, но она, по-видимому, очень велика. А вот в области тяжелых ядер, которые начинаются с ядер известного железного пика и более тяжелых, тут ситуация гораздо более интересная. Значит, хорошо известно, что главными процессами образования химических элементов в этой области являются СВР-процессы, то есть слововые игры, процесс радиационного захвата нейтронов. Значит, их название различается в зависимости от скорости этого процесса в сравнении с конкурирующим процессом бета-распада. И вот в этой области, как бы об этой области образования для химических элементов я и буду говорить сегодняшним докладом. Значит, ну вот что такое СВР-процессы, где образовался, тоже повторить, такой довольно известный, наверное, всем специалистам карты. Вот это фрагмент таблицы элементов, где-то средняя часть, которая иллюстрирует, как образуются ядра тяжелее железного пика, где-то в районе железного германии, значит, вот до, скажем, таких ядр, как рубиди, криптон и сиен. Ну понятно, да, что процесс идет с участием нейтронов, которые захватываются в процессах радиационного захвата, в медленных процессах это, как бы, процесс сразу же конкурирует с бета-распадом, и возникают такие короткие цепочки, в R-процессах это часто осуществляется захват, последовательный захват сразу нескольких нейтронов, опять-таки, которые в какой-то момент прерываются образованием радиоактивного ядра, который испытывает бета-распад, и дальше это все повторяется и так далее. Ну вот, как бы, типичным для R и S процесса образования химических элементов является движение по этой диаграмме, ну как бы так условно говоря, слева направо и наверх. Вот, и, значит, вот тут как-то выписано, потому что очень удобно. Однако эта картина, она существенно осложняется наличием вот таких ядр, которые здесь обозначены кружочками. Это так называемые обойденные изотопы, но, в частности, вот они с тронцией 74, коррекционом 78С, 74, образование которых в таких процессах, которые из себя представляют S и R, с традиционным захватом нейтронов, конкурирующим бета-распадом, невозможно, потому что для их образования у них нет соседей, нет соседей с левым. Они это самые нейтроны избыточные, самые левые в этой систематике изотопа. Значит, для того, чтобы они могли образоваться, нужны какие-то процессы, которые идут навстречу характерным S и R процессам, то есть справа налево. Значит, вот среди таких процессов на самом деле можно придумать довольно много. Ну вот здесь они какие-то... Да, значит, таких ядер всего вот сейчас насчитывается 30 км. Здесь это фрагмент этой длинной таблицы, я немножко подробно буду говорить вот об этих трех, которые выделены красным цветом, но они хорошо изучены. Вот я привел две систематики, две работы, в которых с очень высокой точностью определены распространенность этих ядер. То есть вот эти ядер существуют, а каким образом они получаются, на самом деле плохо известно. Вот как выглядит положение таких вот обойденных изотопов в этой системе глицемических феноменов? Вот, в частности, это очень интересный изотоп, там, Толстого, 80. Да, вот видно, что образование этого ядра в РС процессов невозможно, потому что такому вот движению слева направо вверх препятствует наличие двух стабильных изотопов. 170-180 гав, они не дают возможности зайти к этому изотопу с правой стороны. Значит, ну вот я буду рассматривать изотопы Пути, здесь тоже самая картинка иллюстрирует тот же самый эффект. То есть вот здесь, там стабильные изотопы препятствуют, а здесь препятствует образованию вот этого ядра два очень краткоживущих изотопа золота. Значит, ясно, что, вот скажем, образование такого изотопа, оно возможно только справа налево, скажем, в реакциях отливания нейтронов, в частности, вот в ядерных реакциях. Ну вот этот изотоп Космия, я вот привел фрагмент нашей электронной таблицы химических элементов, которые у нас на сайте в центре данных существуют. Здесь вот видно, что этот крайний слева изотоп в этой цепочке стабильный, он может образовываться только путем вырованного от разного количества нейтронов, и в других соседних стабильных изотопах, которых это ледненький довольно умный. Ну вот я уже начал говорить тогда, сейчас, значит, повторюсь, что на самом деле, значит, вот процессы, в которых эти обойденные изотопы могут образовываться при движении по диагнозу справа налево, ну довольно много, вот они тут перечислены, вот, но, значит, очевидно, что для их реализации нужны какие-то довольно экстремальные условия, связанные с температурой, с плотностью и так далее. То есть такие процессы простым образом, конечно, осуществляться не могут. Вот позавчера на пленарном заседании был доклад, в котором образование обойденных элементов, как бы, теоретически рассматривалось и в рамках СР-процесса, но только там предлагались такие суперэкстремальные условия, что, ну, на самом деле эта идея, как бы, вызывает довольно серьезные сомнения, но, тем не менее, она, как бы, вызвана тем обстоятельством, что механизм образования этих обойденных элементов там до конца до сих пор, как бы, и не объяснен. Но вот я, как бы, обращаю внимание своим докладам на то, что существует такой механизм, как фотоядерные реакции, которые не требуют никаких особых экстремальных условий, поскольку в природе довольно много, например, сейчас существует источников гамма-квантов, которые приводят к образованию фотонов в очень широком диапазоне энергии, в том числе и с энергией металл. Явно превышающие те, скажем, 20 мыв, которые достаточно для осуществления фотоядерных реакций в районе нашего любимого гигантского депольного резонанса. И получается, что вот, значит, несмотря на то, что распространенность элементов в этом П-процессе она где-то на 2-3 порядка величины меньше, чем распространенность элементов, образующихся в СР-процессах, вот роль фотоядерных, прежде всего, фотонейтронных реакций, оказывается очень велика, поскольку, как бы, без них, не провеликая, привлекая серьезные ухищения в виде экстремальной температуры или плотности в объекте повселенной, невозможно объяснить происхождение этого значительного числа элементов. То есть еще раз повторяю, что их в данный момент 35. Ну вот, более детально я расскажу о том, что происходит, скажем, с таким ядром, как Антал-180. Значит, это совершенно уникальное ядро, потому что это единственный природный изомер. В ядре Антал-180 основное состояние очень, оно пророкоживующее. Вот здесь выписаны его характеристики. А в природе этот самый, это единственный существует в виде вот такого изомера, значит, с энергией 7,5 кВт, по времени жизни 10-15 лет. То есть, ну, формально это, значит, вот изомерное и состояние, значит, по фактически, по самым характеристикам, которые могут сравниться с временем жизни многих стабильных ядер. Причем хорошо исследованная и известна его распространенность с очень высокой источной точностью. Ну, так вот, значит, скажем, в работах японских физиков совсем недавно выполненных, значит, выполненных на пучке современного ускорителя, это обратная форма скоросея на базового пучка на свободных листровах, да? Вот сечение образования изомера 180-10 лецентал исследовано с очень высокой точностью. То есть вот при шести значениях энергии получены совершенно хорошо определенные значения сечения образования этого изотопа, одновременно сечение образования изотопа 180 в основном составе. Значит, это достигнуто тем, что в одном эксперименте были одновременно, я сейчас зарегистрировал, два процесса. В одном испускались все возможные нейтроны при облучении мишени из тандала 181 гамма-квантов, а в другом, с помощью регистрации конкретного рентгенского излучения изотопа 180 виноват, в изомерном состоянии определялась его часть и, значит, для изомерного состояния естественно получалась разность. То есть это показывает, что на самом деле даже вот такие экстремально слабо распространенные изотопы совершенно спокойно можно в современных условиях изучать в реакциях фоторасщепления, причем на таких установках с относительно небольшой энергией. Ну вот в нашем институте на Кучке завязан микрофон с энергией 65 муров. Экстремент на ядре тантал 181, значит, он был выполнен таким образом, что с помощью высокочистого гермального детектора изучали гамма-кванты распада тех ядр, которые при входе расщепления ядра тантал 181 образовываются. И, в принципе, одновременно в эксперименте было идентифицировано каналы распада с испусканием самого разного количества нейтронов, но вот от одного и до семи. Ну, здесь вот я выделил интересующий нас канал и отмечаю, что им удалось вполне достаточной точностью и вот эти два канала, связанные с резонерным и основным состоянием ядре тантал 180, разделились. И как бы соотношение этих каналов, оно как бы соответствует известному соотношению распространенности этих изотоков, что позволяет говорить о том, что одним из механизмов образования этого уникального ядра, находящегося в резонерном состоянии тантал 180, он может быть фотоядерной и фотонейдренной. Дополнительно вот исследования такого же типа, то есть методом наведенной активности на почти оборудованный микрофрон у нашего института были исследованы реакции фоторасчисления вот такого типа ГМН, 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 ГМН в одной линейке стабильных изотопков ОПО. Потом все это было рассчитано в рамках умеющихся у нас комбинированных моделей фотоядерных реакций. Были проведены соответствующие расчеты в программе, известной всем, наверное, в программе ТАЛИС. Сейчас было показано, что вот эти сечения реакций вот таких с вылитого нейтрона, гриб-нейтронов и тратонов на вот этих изотопах всей линейки, изотопов ТУТИ, они очень близки по величине, близки между собой, и это дает основание рассчитывать на то, что вот механизм образования именно этого обойденного изотопа в процессе реакции на соседнем стабильном изотопе со спусканием двух нейтронов также является одним из механизмов, которые имеют право на свое существование для того, чтобы объяснить происхождение вот этого ядра, обойденного ядра от 196. Ну а вот это третье ядро, на котором я официально останавливаюсь в своем докладе, это ядро 8184, это вообще ситуация довольно невероятная с точки зрения проведения исследований. Имеет достаточно большую величину для того, чтобы приводить образование обойденного изотопа именно в реакции фотоядерных, осуществляемых при достаточно нормальных, достаточно распространенных во Вселенной условиях. Фотоядерные реакции играют одну из ключевых ролей в формировании тяжелых элементов в этой области, скажем, таблицы распространенности изотопа. Первая фраза, она, естественно, повторяет только то, что сказал, значит, о том, что вот такое имеющееся соотношение прямых и обратных реакций, связи фотоядерных реакций и реакций радиационных захвата позволяет очень эффективно использовать данные фоторасщитления для того, чтобы уточнять характеристики ЕР-процессов. Ну и вот заключение, значит, несмотря на то, что сечение этих образований ТО-процессов, они распространенности, вот образование этих, распространенности элементов, которые могут образовываться только в ТО-процессах, они приблизительно на 2-3 порядка величины меньше тех, которые образуются в СР-процессах, да, для их объяснения с точки зрения производства в реакциях фоторасщитлений не нужно привлечение каких-то экстремальных условий, а нужно лишь достаточно точные, надежные сведения о том, каким образом осуществляется фотоядерная реакция с образованием, как правило, одного или двух нейтронов. Вот с этой точки зрения нужно отметить, что вот новые данные, то есть таких, которых сейчас еще, может быть, нет, или теоретические оценки, которые должны быть проделаны, или вот оценки типа тех, которыми мы занимаемся, о которых я периодически рассказываю, то есть по устранению систематических огрешностей и существенного повышения достоверности в получении информации, и я думаю, что мы можем быть продленными. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ